На Южном Урале застройщиков с плохой репутацией будут проверять чаще. Такое решение принято в правительстве Челябинской области. Подобная стратегия это так называемый риск-ориентированный подход. Планируется, что строительные компании региона разобьют на шесть категорий по поведению на рынке. От чрезвычайно высокого до низкого риска. Будут учитываться несколько критериев. График возведения домов, предоставление отчетности и использование денег дольщиков. Компании, к которым нет претензий, избегут плановых инспекций. К фирмам со средним уровнем риска ревизоры будут наведываться раз в два или три года. А вот застройщикам с чрезвычайно высоким риском придется принимать проверяющих чаще одного раза в год. Ну допустим, чрезвычайно высокая степень риска. Это предприятия, застройщики, которые нарушили сроки ввода объекта в эксплуатацию или исполнение обязательств перед гражданами на 9 месяцев и более. И второе, где по тем или иным документам, по отчетности или по проверкам выявлены факты нецелевого использования средств, которые получили от дольщиков. Информация о застройщиках будет публиковаться на сайте Минстроя области один раз в три месяца. И первый рейтинг с группами риска появится уже в октябре. Предполагается, что подобная система поможет правительству области держать под контролем потенциально проблемных застройщиков. Отмечу, что одним из успешных примеров помощи региона является микрорайон Академ Риверсайт. Компания Green Flight два года назад заявила, что не может достроить дома. В ситуацию тогда вмешался губернатор Борис Дубровский. Был найден инвестор, трест магнитострой и началось поэтапное возведение проблемных домов. До конца 2018 года все дольщики Академа получат квартиры. Аналогичную схему использует и в Чурилово. Добавлю также, что сам Борис Дубровский неоднократно высказывался против долевого строительства, считая, что эта система себя изжила. Продолжение следует...